В Минздраве Башкирии объяснили, почему республика не готова ко второму этапу снятия ограничений из-за пандемии. Уфимка несколько лет добивается квартиры для ребенка-инвалида. Их жилье разрушается с каждым днем. И как изменился доход уфимцев во время коронавируса? Исследования Мирка Здравича. На 23 июля общее число зараженных коронавирусом в мире составило около 15 миллионов человек. 9 миллионов излечились, более 600 тысяч погибли. В России зафиксировано около 800 тысяч случаев заболевания. Выздоровело на данный момент 580 тысяч человек. И более 12 тысяч умерло. Что касается Башкирии, то за сутки прибавилось 37 подтвержденных результата COVID-19. Так, в республике зарегистрировано 6463 случая заражения. 4777 человек выздоровело, 21 умер. Башкирия не готова ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии. На сегодняшний день коучный фонд в республике заполнен на 57%. Для смягчения режима этот показатель должен быть минимум 50. Предпосылок, что пандемия в Башкирии резко пойдет на спад, нет. Надеяться на ограничение масочного режима или надеяться на сокращение метров социального дистанцирования, эти правила, скорее всего, останутся. Но, тем не менее, мы надеемся, что дети пойдут в школу в сентябре, и что все предприятия и учреждения будут работать в новом штатном режиме. Тем временем Башкирское управление Роспотребнадзора обеспокоено шестикратным ростом случаев небольничной пневмонии в республике. Со 6 по 12 июля этот диагноз был поставлен 1685 пациентам. Среднее многолетнее значение ниже этого показателя в 5,9 раза. Минздрав объяснил такой рост количеством исследований. В июне у нас в 10 раз, то есть, как мы говорим, в разы, да, в 10 раз выросло число компьютерных томографических исследований. Я полагаю, что в июле это там еще в 15 раз будет больше. С апреля выявлено 60 раков легких и бронхолегочного дерева. То есть, это тоже, на самом деле, такой очень важный компонент, что мы раньше никогда такого объема исследований не выполняли. При этом Ирина Кононова отметила, что Минздрав Башкирии не скрывает смертность от пневмонии в республике. И все данные предоставляются на брифингах ведомства, которые проходят по вторникам. Привет! Как дела? Тише, 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 тише. Меня зовут Юмагулова Лилия Радиковна. Мой сын Богдан. Ему почти 6 лет. Ему в октябре будет 6. У него большой перечень заболеваний. Из них ДЦП тяжелой степени тяжести, симптоматическая эпилепсия, он гастро и трахеоноситель. Видите, мой красивый, ну-ка. Он у меня умничка, он у меня боец. Он вообще очень-очень-очень славный малыш. На своем уровне он все понимает. Он прекрасно понимает, когда я его ругаю. Он прекрасно понимает, когда я захожу в комнату. Допустим, если на пару часов я маму прошу остаться с ним, вот мама говорит, что он прекрасно узнает, когда я захожу в дом. То есть он слышит меня и может меня узнавать по-своему. Узнала о недугах своего сына Лилия после родов. Женщина говорит, что из-за многих тяжелых диагнозов маленький Богдан навсегда прикован к постели. Однако, несмотря на предстоящие трудности длиной всю жизнь, у нашей героини никогда не возникало мысли отказаться от малыша. Ну, я бы не смогла жить, зная, что я где-то оставила своего ребенка. Все люди разные, я не говорю, что так и нужно поступать. Все, каждый решает сам для себя. Я не знаю, сколько это вся жизнь, сколько это будет вся жизнь, сколько это будет, это все наше. Никто не дает никаких прогнозов. Я их и не жду. Потому что, ну как вот придет кто-то и скажет, вот вам осталось-то столько-то. Никто об этом не может знать. Ой, да и не нужно этого знать. Так как Богдану нужен круглосуточный уход, Лилия не работает. Живет эта небольшая семья на пособие и пенсию Богдана. По словам Уфимки, малоимущими их не признали. Поэтому мальчик не получает ежемесячные выплаты для детей с 3 до 7 лет. То есть они посчитали средний душевой доход нашей семьи, это получается Богдан и мой, и наши доходы выше прожидочного минимума, установленного в республике Башкортостан. Это где-то примерно 9800, ну еще чуть-чуть с копейками. Вот наши доходы превышают минимальный прожидочный минимум. Также по статье 57 Жилищного кодекса Богдан еще с самого рождения должен был получить квартиру. В 2017 году по решению Октябрьского районного суда администрация была обязана предоставить семье жилье вне очереди. Дело сдвинулось в прошлом году после выхода сюжета канала НТВ. Женщине предложили квартиру в Кузнецовском затоне. Однако этот вариант матери не понравился. После этого с Лилией встретился мэр города и было принято решение, что квартиру она получит в новом жилом комплексе в Деме. Мы обещали в этом году. Дом достраивается в конце ноября. Ну, я думаю, наверное, либо к Новому году, либо после. Пока Лилия несколько лет разбиралась с жильем, дом в Деме, в котором они живут с сыном, начал постепенно разрушаться. Сейчас больше всего мать беспокоится о том, что печь в бане может взорваться в тот момент, когда Богдана будут купать. Где-то ей 40 лет в бане. Эту печку делали еще при царе Горохе. Это еще делал мой Картотаев, маминый отец. Вот здесь вот просто капец как... Вот видите, что отваливается? Вот капец какая дырка. Вот видите, вот сбоку, вот видите? И я так понимаю, что этот процесс не остановить, она дальше-дальше будет разрушаться. Еще и она начала дымить. То есть мы можем угореть. А это единственное место, где у нас можно помыться. Здесь особо ничего нельзя сделать, потому что все говорят, что проще это все снести и перестроить. У нас плохая вода из колодца. В дом вода заведена из колодца, но она очень-очень-очень низкого качества, поскольку рядом дорога и близко грунтовые воды. Несмотря на трудности, женщина не отчаивается. Лилия Тепло отзывается о буфенских благотворительных фондах, врачах и добрых неравнодушных людях. Тяжело лишь справляться с негативными комментариями в соцсетях. Не знаю, кто написал мужчину и женщину, не помню, что я молилась на то, чтобы у меня родился вот такой вот ребенок специально, чтобы он, наверное, получить квартиру. А вот после этого я больше комментариев не читаю. Говорить, что плохо, я не люблю говорить, что плохо живем. Почему плохо? У нас крыша над головой есть. У нас есть что есть. Есть где жить. Это очень даже неплохо, по сравнению с некоторыми. Помочь собрать нужную сумму на новую печь в бане можно, перечислив деньги по номеру карты, которую вы видите на экране. Эльнара Хасанова, Лилия Галямова, городской телеканал ЮТВ. Готовиться к новому отопительному сезону уфимские коммунальщики начали за пять месяцев до его начала. К 15 сентября паспорт готовности должны получить еще семь объектов, на которых ведется ремонт теплотрассы. Ведется ремонт и котельных, как текущий, так и капитальный. И, соответственно, также меняются теплотрассы. На данный момент ведется работа на улице Пушкина, Гуфури, Вавилова, генерала Горбатова, Сагита Агиша. Буквально вчера завершились работы на улице 8 марта. На участке по улице Мубаряково, 8, ремонт не планировался. Но дом вошел в программу «Башкирские дворики», поэтому к ремонту теплотрассы все же пришлось приступить. Все остальные работы ведутся согласно специальному графику, который был разработан МУП УИЗ на 2020 год. Напомним, что отопление в квартиры подается, когда среднесуточная температура воздуха пять дней подряд не превышает 8 градусов. Объединить в один день всех жителей, вне зависимости от их социального статуса, профессии, и просто выйти и в один день убрать свою страну. 19 сентября в Башкирии состоится Всемирный день чистоты. Эту экологическую акцию ежегодно поддерживают в 150 странах и 70 регионах России. Неравнодушные жители выходят на самые загрязненные площадки своих городов и поселков и устраивают там субботники. В Уфе на одну из локаций в среднем приходило от 50 до 300 человек. Наша команда участвует в этом проекте с 2018 года и мы ее активно реализуем на территории Республики Башкортостан. И с 2018-2019 год наш регион был лидером по количеству уборок, по количеству человек, вышедших в регионе на уборку по всей России. То есть регион был лидером. И в этом году мы планируем также сохранить это лидерство. Точных локаций, куда можно будет выйти на уборку территорий, пока не утвердили. На данный момент ясно то, что в условиях пандемии на одной точке будут собирать не более 30 человек. Ну, по Уфе у нас одни и те же локации с года в год. Это и набережная Всепаилова, и улица Авроры, и улица Чудинова, которая постоянно загрязнена. Ну и плюс, скажем так, то, что нам пандемия позволяет создать больше точек, мы еще и защищем дополнительные точки, чтобы весь город стал как можно чище. В Уфимской квартире поймали куницу. Жительница дома по улице Свободы позвонила по номеру 112 и сообщила о том, что по подоконнику ее кухни бегает куница. Спасатели прибыли на место и поймали зверя. Но не сразу. Тот сбегал по трубам каждый раз, когда они пытались вытащить его из-под кухонного гарнитура. Животное все же удалось поймать и поместить в переноску. После куницу вывезли в лесопосадку и отпустили на волю. Как именно она оказалась в городе и попала в квартиру, остается загадкой. По волнам морей, океанов и Нагужского водохранилища. Данила Денеев с 8 лет занимается виндсерфингом. Здесь, в Мелиузе, в школе парусного спорта, он начал свой путь. Сейчас Данилу 15, и он уже успел побывать на всероссийских и международных соревнованиях. Это спорт такой, очень своеобразный, очень много адреналина, всего этого захватывает. И уже, когда ты начинаешь им заниматься, тебе не хочется прекращать. Закрывай, 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 ногу замачну. Виндсерфинг – это искусство управления небольшой доской с парусом. На Нагуше вместе с Данилой тренируются еще 14 ребят под чутким руководством тренера. На воде проводят по 5 часов в день. Несмотря на то, что подготовка проходит в Башкирии, спортсмены уезжают за пределы республики. Ежегодно пару человек входят в сборную России. Чтобы выиграть, нужно все делать очень быстро и технично. У нас вид спорта технический такой и техничный. Хороший стипулярный аппарат, координация, ну и сила нужна. Адреналин, когда там стартует куча народу. Ты можешь очень быстро кататься, но что-то не понимать в тактике. Откуда ветер зайдет, и ты проиграешь. Поэтому говорят, что парусный спорт – это шахматы на воде. Быстрее, акуль догоняй. Сейчас в команде больше девочек. По словам тренера, катаются они быстрее мальчиков. Аделя Баймуратова занимается виндсерфингом 3 года. Уже успела стать бронзовым призером первенства России. Хотя порой справиться с эмоциями сложно. Бывает, что под парус просто попадаешь, и ты так вот так допултыхаешься. Не можешь вынурнеть. У меня паника сразу. Я глаза открываю, и такая вот так это просто. А на море там еще волны двухметровые. И вообще очень страшно. Я иногда просто сижу на доске и плачу. Развивать виндсерфинг в Мелиузе помогает Министерство спорта и местная администрация. Выделили целый берег для тренировок и закупили современное оборудование. Тем не менее, работать еще есть над чем. Инфраструктура у нас вообще нету. И понятия как того базы спортивной. Ну, пока ее нет. Вот собираются в этом году, но все настолько долго. В конце концов, энтузиазм может и закончиться. Прям плотно-плотно. Несмотря на это, спортсмены вот уже 9 лет приезжают на Нугуш. Тренируются даже зимой на лыжах. Когда сильный ветер, ты идешь в петлях и так летишь прямо над водой. И это вообще адреналин. Солнце, ветер, море, свобода. В любую точку водохранилища, в любую точку моря передвигаешься. Этот сезон у виндсерферов выдался не очень насыщенным. Многие соревнования отменили из-за пандемии коронавируса. Сейчас ребята приходят в форму. В сентябре они планируют поехать в Санкт-Петербург на первенство России. Екатерина Дейнека, Дмитрий Сенников, городской телеканал ЮТВ. Здраво! Меня зовут Мерка Здравич. Согласно недавнему опросу, каждый пятый россиянин заявил о значительном снижении доходов с начала распространения коронавируса в России. А каждый десятый – о полной потере заработка. Как изменился доход у финцев? И что они думают о работе на удаленке? Давайте узнаем об этом прямо сейчас. Погнали! Доход как идет? Все нормально? С денежки идут? Да, нормально. Мы студенты. А, вы вообще не работаете? Нет. Ну, ваши подруги откуда-то денежки плывут? Вот это интересный вопрос. Откуда у вас плывут денежки? Без понятия. Мы сейчас расследование быстро проведем. Ну, давайте. Что с доходом-то происходит? Он изменился, увеличился, уменьшился? Увеличился. У вас увеличился? А почему? Ну, остальные не работают, мы работаем. Уменьшился. Уменьшился. На сколько примерно? На много процентов? На 60. Отчасти, да. Никак. Как зарабатывали, так и зарабатывали? Да. Ну, вообще никогда. Ну, пока на прежнем, да. Угу. Так же. А в какой сфере трудитесь на секрет? Секрет. Что-то такое правительственное? Ну, можно и так сказать. Ну, не зря вы в темных очках. Наверное. Люди стали меньше есть? Люди стали есть больше, но есть больше дома. Ну, подкармливать удается? Ну, подкармливать, так вот, немножко, как-то, да, аккуратно, в обход, чуть-чуть. Выросло. Выросло? А чем вы занимаетесь на секрет? Изысканием. Что вы изыскиваете у людей? Мы не у людей изыскиваем. У кого? На природу выезжаем, там изучаем растения, травушку, муравушку. Вы по травке специалист. Можно так сказать, по травке. У нас еще в России, да, в 30 раз больше людей на удаленке стало работать с апреля месяца. Вот как вы вообще перспективу такую рассматриваете? Ну, удаленка в зависимости от сферы. Невозможно, у нас программа не устанавливается, у нас секретная информация есть. А, то есть у вас есть такой секретный компьютер? Да. На котором вся информация. Ну, чтобы за компьютером вот эти вот эти, ну, шпионажем же вы занимаетесь. Ну, то есть шпионить вот через камеры. Это не совсем удобно. Отлично. Отлично. У нас все-таки в коллективе намного лучше работает. А почему так? Мне нужно общение. Ну, человек социально существует. Удаленке плохо. А что, в гугл-картинках и траву не здесь звучать, что ли? Нет, конечно, надо же на месте определять. Потом надоело дома сидеть, я сидел дома уже. А, вы сидели. А вы кем работали? Тогда программисты. От человека, наверное, больше зависит, кому как больше нравится. Кто-то любит там путешествовать, кто-то наоборот там быть в офисе, там вариться в этой каше, грубо говоря, все. Что вы больше любите, путешествовать или вариться в каше? И то, и то не помешает. То есть и кашку съесть, и… И да, и рыбку съесть, и да, все правильно. Как вы думаете, что нас ждет в целом в стране, вот на рынке труда? Я думаю, многие перейдут на удаленку. Это очень удобно. Как в фильмах показывают, роботов наклепают, потом все дома будут сидеть, и роботы будут работать. Вы верите в российских роботов, скажите? Да. Хорошенечко гайки еще подожмут, и будет только пока ухудшаться ситуация. Ну, я думаю, безработица вырастет. Здесь не получится какая-то выборочная, вот этих спасем, а этих нет. Как жили, так и будем жить. Это прекрасное будущее. Световое будущее будет, да, в Европе, допустим. Может быть, в Грузии, но не у нас. Почему нам такого нужно поменять? Ну, я не могу это говорить на телевидении, что нам нужно поменять. Ну, вот и все. А с вами был я, Амир Коздравич. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok